Сейчас мы находимся на посеве чечевицы. Чечевица красная канадская. Опытным путем, такое сразу отступление сделаю, потому что много вопросов задавали, почему здесь овес. Это не падалица. Это специально всеянная культура в него. Это можно назвать его даже бинарным посевом, потому что когда мы его выращивали в чистом виде, мы столкнулись с проблемой тем, что его очень тяжело убрать. Она невысокого роста, убирается на свал, потому что сорняки здесь есть. И высыпается, и очень много остается за свальной жадкой. Просто ходишь, она лежит на земле. Для этого мы решили все сюда поддерживающую культуру, на которую чечевица будет опираться и не ложится. То есть у овса мощная соломина, при том, что чечевица его также обеспечивает азотным питанием дополнительно, он здесь получается и гораздо крупнее. Это уже как потом при разделении увидели. Очень крупный овес, поддерживающая культура, сеялась исключительно для этого. И больше получается ворох волка. Вот вы сейчас можете увидеть, вот волок лежит, пускай он еще не совсем той кондиции, как нужен. Но в уборку он будет еще немножко больше и пухнать, а его будет гораздо проще взять к подборщикам, нежели просто волокоть за одной чечевицы. А вы убираете на свал, да? Да, ну 90 процентов биокультур убирается через свал, но за исключением ржи. Красная чечевица, если вовремя ее не свалить, она вся высыпется. Она, бобик растрескивается и она высыпается. Ее надо в недозрелом виде, причем хорошо недозрелом убирать. И она доходит в волке. И она в волке доходит, да. Есть, конечно, опасность того, что пройдут осадки, волки замочатся, но стараемся как-то с этим, ну, подгадывать погоду, мониторим прогнозы. А пробовали только с овсом чечевицу или еще с... Нет, мы попробовали с овсом, нас этот эффект устроил, да, и мы не задавались больше вопросов. Норма овса на соках в три раза меньше, чем обычно? Норма высева чечевицы здесь порядка трех миллионов, три, три с половиной миллиона, это где-то 120-150 килограмм на гектар. Овса мы высеваем, всеваем порядка 30 килограмм на гектар, что, ну, порядка 1-1,2 миллиона. Ну, да, получается, третья часть, да. Пробовали, как бы, наработок в этой теме, в принципе, никаких не было. Сколько, вот, встал вопрос, а сколько его нужно посеять? У нас была чечевица по падалица овса. То есть овес вылез, мы прошли, на метровке посчитали, вот где, смотрим уже в уборку, овес, чечевица стоит и не полегла. Вот, посчитали количество растений, какое необходимо, чтобы чечевица не легла, пересчитали, сколько необходимо семян, чтобы такое растение получить, и примерно так и посеяли. А, то есть идея родилась здесь, на поле, вы это увидели? Ну, в общем-то, да, да, природа подсказала. А корневая система, они друг другу не мешают? Может кто-то... Абсолютно нет, нет. Ну, у чечевицы она в большей степени стержневая корневая система, у овса она мочковатая. Плюс синергизм. Чечевица дает дополнительный азот для овса. Ну, корневая система овса дает определенные свои выделения, которые способствуют лучшей фитосанитарной обстановке. По технологии, опять-таки, минималка, предпосевная культивация стараемся, но в этом году здесь предпосевной культивации не было, потому что было активное нарастание температуры, и мы боялись, что культивацией мы эту влагу выкинем, которая и так уже в верхнем слое была немного. Поэтому сеяли по подготовленной почве с осени. Ну, поэтому в большей степени как бы и есть проблемы с сорняком. Овес сейчас их на самом деле накрыл, но если вот присмотреться, назад посмотрите, тут же и марь белая встречается, сорняков достаточно. Вот овес просто визуально, он его прикрыл повыше и смотрится получше. А вот какие вопросы по нему? Как это отделить после того, как на свал овес отделить от чечевицы? Не сложно это? Давайте предоставим слово Александру, кто-то стоит, стесняйся. У нас наказанные становятся и начинают... Нет, на самом деле все гораздо проще, чем это может показаться. Приходит на базу ворох, проходит первичную очистку, то есть отделяется от битых зерновок, пыли от овса, достаточно много пыли. Дальше все заходит на пяткуса, на которых ведется уже более тонкая очистка по размеру, по весу, ну и соответственно по цвету. В большей степени мы вычищаем уже финишную, по цвету отделяем. Очень кропотливый процесс, особенно красная чечевица, так как она очень мелкая и с овсом она по размеру практически одинаковая. Первичная очистка на зави, да, Михаил Алексеевич сказал, после комбайна. И дальнейшая на цеху переработки, где мы будем присутствовать, там в дальнейшем расскажем. Ну, да, на пяткусах аспирация воздухом и решетами подбором. И в дальнейшем на фотосепараторе очень такая хорошая машина, которая разделяет по цвету. Но два круга надо... За один проход очень тяжело, да, поэтому даже два круга приходится пропускать. Ну, будем усовершенствоваться, есть лучшие машины, поэтому будем приобретать и ускорять этот процесс. В обработку семян мы также использовали биофунгицид оргамика S на основе бактерии азоспирилум, бацилус амилоликфацин, спрошу прощения, а два микробиологических удобрения органит N и органит P, фиксирующие необходимые макроэлементы основные. Что хочу отметить. Предпосевная обработка дает нам защиту корневой системы и именно начального этапа развития растения, что самое важное. Сформировать нам изначально здоровое растение. Обработка по вегетации фунгицидом защищает вегетирующую массу. Также мы продолжаем усиливаем эффект питания. И эта обработка уже повлияла на количество сформированных ветвей на данной культуре. Это было отмечено мной в результате осмотра и периодических отборов растений. И что касается, кстати, хочу оговориться. По поводу концентрации задавали вопрос. Используется по пол-литра препарата на либо тонну обрабатываемого семенного материала, либо же на гектар. Почему такая маленькая концентрация? Потому что у нас на производстве стоит оборудование фармаэкологического уровня, то есть очень чистое. И благодаря этому мы получаем высокую концентрацию и чистейший продукт, что для биопрепаратов очень важно. Поэтому у нас такая низкая концентрация, которой вполне достаточно для работы препаратов, для эффективной работы их.